Всем доброго времени суток! Сегодня у нас на ремонте такая вот плата от приборной панели Peugeot 806. Получается, у неё оторвали этот индикатор. Такой вот шлейф у него получается пленочный. Его нужно присоединить к плате, дабы усложнить задачу. Хозяину какой-то хороший доброжелатель посоветовал приклеить его просто на суперклей и все будет хорошо. Поэтому задачу еще усложнить, тем самым придется как-то отскоблить отсюда этот суперклей. Плюс с помощью этого суперклея еще более усугубили ситуацию тем, что здесь места контакта этой дорожки получается вырвали, потом вместе с суперклеем. Поэтому придется восстанавливать данный шлейф с удвоенным усложнением. Опять же, меня еще смущает вот это место изгиба, как оно себя поведет. Ну что ж, посмотрим, что у нас из этого получится. Значит, первое, что я сделал, это взял такой двухсторонний скотч. У него здесь более такая жесткая основа бумага, которая держит второй слой и наклеил в месте присоединения к экрану для того, чтобы это место соединения стало более жестким. Потому что в процессе восстановления можно переломить в этом месте дорожки, тогда вся работа пойдет на смарку. Поэтому я усилил. Можно было бы по всей, но тогда он весь станет жестким. А так как он под изгиб идет, то получается, что потом может еще быть хуже. Поэтому сначала усилили место соединениями, жду экраном и шлейфом. А теперь будем думать, что нам делать с противоположной стороной. Но опять же, перво-наперво его лучше всего зафиксировать в таком вот положении на жесткую поверхность для дальнейшей работы с ним, чтобы в процессе он не двигался. Затем его можно будет отклеить. Приклеивать буду изоленты. Так, как будет удобно работать с данным шлейфом. Такая вот идея. Создала, значит, такую вот из витиноксопрокладочку с дорожками. И здесь, если немного разделить две стороны данного шлейфа, там как раз будет нужный нам контакт. То есть, я хочу вот так вот их установить, потом прижать и зафиксировать второй пластинкой. Эту же часть припаяю лак. Для надежности нанес немного двухстороннего скотча, чтобы лучше шлейф было отцентровать. Отцентровал дорожки, прижимаю дополнительной планкой. Далее беру два небольших винтика и стягиваю данные две планки между собой. Таким вот образом будет выглядеть наш теперь шлейф. Эти контакты надо будет спаять с контактами, которые находятся на плате. Теперь подготовим саму плату для спаки, срезая клей, который раньше удерживал. Шлейф, он, в принципе, довольно-таки мягкий. Но все равно аккуратненько его удаляем. Затем зачищаем дорожки и, соответственно, надо их пропаять. Далее удаляю остатки канифоли. И вот так вот будет конечный результат. Теперь остается соединить две половинки шлейфа с помощью пайки. Беру вот так вот тончайший провод, заложиваю его, припаиваю, обрезаю лишнее и вот таким вот образом будет выглядеть конечный результат. Теперь их нужно все точно также пропаять. Вот так вот выглядит результат для сравнения. Приложу иголку от щупа, чтобы понять, что данные проводочки тоньше человеческого волоса. Значит, закрой это все лаком, потом отдам хозяину и попрошу выслать фото. Прислали фото, все работает. Спасибо за внимание. Всего хорошего!